Трагическая гибель дорожного рабочего, накаленные страсти между медиками и строителями, шквалистый ветер в регионе, неэффективная работа коммунальщиков и Брандей-2015. Казалось бы, абсолютно несовместимые темы, которые можно было бы обсудить за одним столом, впрочем, на то и еженедельное совещание при губернаторе региона. На планерке говорили о том, что уже произошло, что сделано и что еще только предстоит сделать. При этом в сроке и качественно. И снова, кстати, не обошлось без критики. Игорь Кошин недоволен, как работают некоторые руководители предприятий. Повод действительно есть. Репортаж Олега Хатназейского. Объем работ на этот год вы совершенно осознанно прошляпили. Понимаете? Но руководитель Наринмарстроя Александр Смирнов, кажется, так и не понял. Строительство пристройки к окружной больнице до сих пор не начато. Проект не готов, перспективы смутные. Вам специально давалась эта пристройка, чтобы у вас на 15-й год, 15-16, чтобы вы были загружены по полной программе. Давали предприятию и деньги – 322 миллиона рублей за кружной казны. Но финансовое положение Наринмарстроя так и не выровнялось. Теперь еще и спасительные контракты проваливают. Если у вас нет желания этим заниматься, вы тогда не занимаетесь. Если есть желание, тогда, пожалуйста, ускорьте весь этот процесс. Мы говорим с июня прошлого года. Вы все ходите, киваете, киваете. Да, будет. То медики виноваты, то еще кто-то. Если не нужна пристройка, так и скажите. Значит, если больница пристройка не нужна, Сергей Михайлович, так и скажите. Не нужна. Очень нужна. Строители ссылаются на медиков. Последние, мол, не могут предоставить грамотное техзадание. А в итоге документы на пристройку будут готовы, как оказалось, только через 8 месяцев. Спасибо вам большое. Очень ценная, эффективная работа. Эффективную, в кавычках, работу показывают и коммунальные службы. Очередная весна, и город снова превращается в одну сплошную грязную лужу. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, нужно просто работать. Необходимо усилить, ускорить работу по уборке от снега внутри квартальных и дворовых территорий. Иначе все усилия нашей совместной уборки в лес будут сведены к мулю. Вообще, что касается луж, то Наринмар в этом году снова в зоне риска. Специалисты ждут большой воды. Впрочем, меры уже принимаются. Город заранее начал готовиться к весеннему половодью. Мы понимаем, что мы готовимся к сегодняшнюю высокую воду. Мы готовимся к суету. Планомерно. И еще раз повторюсь, что там просвободнее. Вот это все какие-то недоработки, которые мы прошли в участие. В зону риска в связи с ранней весной попал и Бурандей в этом году. Всероссийские гонки, скорее всего, пройдут на другой трассе. Качгартинская Курьяна, треть покрыта водой. Аркомитет рассматривает другие возможные варианты. Самый пока наилучший – это район старого аэропорта. Именно там планируют проложить трассу. Однако остаются пока сложные моменты. Часть трассы, возможно, будет проходить по участкам, которые водами плоти и гигантами жилищной строительства. Поэтому нам без пользы предстоит проработать с населением на предмет того, чтобы убедить их разрешить проведение соревнований в том районе. Людей соберите завтра и поговорите с людьми. Хорошо? Я понял, да. Договорились. Дальше снова о погоде. Прошедшие выходные отметились штормовым ветром. Порывы до 23 метров в секунду срывали садин с домов, двери в подъездах, рекламные вывески, покосила даже дорожные знаки. Такого ветра заполярная столица не видела уже несколько лет. Бушевать стихия будет до конца рабочей недели, то есть до пятницы. Сообщили на совещание и еще одну неприятную новость. 14 марта до 4 часов утра на месторождении российского 180 километров до Ямара водитель Кусинска, гражданин Т, управляя автомобилем КамАЗ, совершил наезд на дорожного мастера по гражданину США, который от получили трамп, скончался на месте. Еще одна важная новость. Танк Т-34 установят не в Нринмаре, а в поселке Искатели. Городская администрация не предоставила план-график в указанные сроки. У мэра столицы, региона Татьяны Федоровой оправдаться перед Игорем Кошиным не получилось. Григорий Борисович, забирайте танк, устанавливайте, чтобы 9 мая, чтобы он стоял. Хорошо? Все. Музей будем делать из колесниц и телег. Значит, непонятно, что тут делось. Не хотите – не надо. Все очень просто. Ничего личного.